Главная история в том, чтобы версия, которую рассказывает прокуратура, государственное обвинение, рассказывает в суде, она должна быть правдоподобной и подкреплена какими-то доказательствами. Очень простые вещи. И на данный момент я понимаю, что они не могут это подтвердить. Нарушения, которые есть в процессе, они уже есть. Сама судья, которая сейчас судит, она судила и дело по избедению моего брата, делала грубейшее нарушение. Но мы поверили, мы обязаны, мы адвокаты должны чтить этот суд. Но я не согласен с Денисом Монастырским, с новым министром внутренних дел, что он говорит, что надо подождать, пока будет решение суда. Потому что это время, самое главное, что меня больше всего в этом всем злит. Первое, людям там попортили жизнь. Второе, люди, которые реально исполняли заказ и заказывали Пашу, они на улице гуляют свободные. И если отстраниться от этих всех историй, есть Паша, его убийство. Кто это сделал и почему это сделал? На этот вопрос ответа у нас нет. И есть выделенное дело по заказчикам. Что с ним? Почему они молчат? Почему, когда была информация про спецслужбы Беларуси, сказали, что будут экспозицию делать, будут катачесы, где этот результат? Почему потом опять-таки молчат? Я тебе могу сказать, что накануне годовщины мы обращались к руководству МВД. Я писала лично Антону Герасченко в сообщении, что мы хотим все-таки получить какие-то ответы. Нам сказали, что это может восприниматься как давление на суд. Удивительно, что когда министр внутренних дел выходит на пресс-конференцию вместе с президентом, это не может восприниматься как давление на процесс, да, судебный даже хотя бы. Но сейчас, в настоящее время, какая-либо оценка, причем издание, которое пострадало в этом результате, они считают, что это может привести к каким-то негативным последствиям. Антон Герасченко это человек, который дает рандомные слова, связывает как-то вместе, и получается какое-то предложение несуразное. Это его задача. Его роль всегда была при Авакове, и сейчас будет при министре Молюске. Просто что-то говорить, обо что. Поэтому я думаю, что он, конечно же, не тот, о кого мы можем обсуждать. Но что касается позиции самого МВС, ребят, вы обратились к обществу, общество вам не доверяет. Мы об этом сейчас можем говорить детальнее. И я хотел очень важный момент. Мы в своих компаниях, вы можете увидеть наши дела, мы ведем эти дела публично. Почему? Потому что мы считаем, что есть кризис справедливости, кризис доверия друг к другу. Мы не доверяем госорганам, мы не доверяем судьям, и мы понимаем, что мы часто апеллируем к обществу. Потому что дело Кати Гонзюк, например, это же исключительное дело, в котором полиция пыталась дать не того человека. Благодаря общественности, исключительно ей, не адвокатам, не следователям, не полиции, не прокуратуре, а общественности нашли тех людей, которые реально исполняли заказ и заставили найти тех, кто заказывал. Это исключительное дело, потому что в итоге сейчас эти люди, кто-то из них сидит, да, с минимальными сроками, а кто-то сидит в тюрьме, а кто-то с камнем подсадимы. Возможно ли такая ситуация, что общество будет добиваться какой-то справедливости без вот такого вот давления, вмешательства, активизма? Только тогда, когда возродится доверие к полиции. Потому что я хочу, извините, что это может грубо будет звучать, я хочу подчиниться полиции, когда они ворваются ко мне в дом и скажут, ребята, ложитесь сейчас, потому что может быть взрыв, может быть что-то. Или могут ворваться сейчас ко мне домой, потому что там, не знаю, ну может быть плита начала гореть. Я хочу доверить полиции, потому что полиция, она охраняет наш порядок. Сейчас я не могу довериться, потому что я знаю, что есть нечисто плотный, А самое главное же, чего не хватает полиции, нет наказания тех полицейских, которые нарушают закон, пользуясь своей властью. Это чего мы хотим. Только когда будут сажаться полицейские, которые саботируют расследование и которые пользуются этой властью, тогда я уверен, что общество и его активизм должен быть направлен на развитие Украины, а не на бегать каждый раз за убийствами за кем-то страну. Мы все устали, мы все трачем свою личную жизнь, время и молодость на то, чтобы бегать, заставлять полицию, прокуратуру или СБУ работать.